Как это сделано? Сладкие сочные фрукты. Устоять практически невозможно. Ежегодно миллионы тонн фруктов превращаются в джем. Джем любят во всем мире. И чтобы он всегда был на полках супермаркетов, требуется затрачивать колоссальные усилия. Так как это сделано? Север Англии, деревня Тип-3. Семья Уилкин занимается здесь сельским хозяйством уже более 300 лет. А последние 125 лет они изготавливают фруктовый джем. Во владении фермера Криса Ньюнома находятся поля и фруктовые сады площадью почти 4 квадратных километра. Сегодня его внимание обращено на редкий фрукт – айву. У древних греков и римлян айва была священным фруктом богинь любви. Айва – замечательный фрукт. Когда она созревает, она источает потрясающий аромат. Сейчас как раз пришло время собирать айву. Великолепный запах. Из этих фруктов получится отличный джем. На каждом дереве созревает около центнера фруктов. Но свежие фрукты недолго остаются свежими, поэтому сразу после сбора их отправляют на завод. К счастью, он расположен совсем рядом. У айвы резкий вкус, толстая кожура и много косточек. Так что сначала нужно снять кожуру. Эта машина справляется с 10 килограммами за 2 минуты. Затем фрукты помещают в теплую воду, чтобы размягчить их. Далее из них удаляют сердцевины и косточки и делят каждый плод на 4 части. Четвертинки проверяются на наличие пятен, а затем режутся на кубики площадью 8 квадратных миллиметров. Теперь из фруктов можно делать и джем. Нарезанную айву тщательно взвешивают, а затем добавляют нужное количество сахара и воды. Секрет приготовления хорошего джема заключается не в ингредиентах, а в особой технологии. Волшебство совершается в варочных котлах. При определенной температуре из фруктов выделяется углевод пектин. Пектин – натуральное желирующее вещество, превращающее жидкость в желе. Суть процесса объясняет управляющий Уолтер Скотт. Мы готовим джем при температуре 105 градусов Цельсия. При такой температуре мы регулируем содержание сахара в продукте 66 или 67 процентов. Это позволяет добиться того, чтобы у джема был хороший аромат. В результате варки желтые плоды превращаются в темно-красный джем. Теперь его нужно разложить по банкам. Горячий джем подается на конвейер. Затем крышки банок стерилизуются пламенем. Далее навинчиваются крышки, после чего банки быстро охлаждают под струей холодной воды. В результате этого воздух внутри банок сжимается и крышки плотно закрываются. После того, как на банке наклеены этикетки, джем уже практически можно продавать. Но сначала в лаборатории проверяют образцы на вес, кислотность и содержание сахара. Наконец, каждая банка оценивается по трем параметрам. Цвет, плотность и, что самое главное, вкус. Вроде бы все отлично. Скорее бы посмотреть. Видите, какой темно-розовый цвет? Он получается, если фрукты варить чуть дольше. Снимем крышку. Желе выглядит отлично, фрукты лежат равномерно. Возьмем ложечку. Этого будет достаточно. Прекрасно. Эликсир жизни. Программа озвучена с...